всем привет дорогие друзья из солнечной и пустой алании пола не начался комендантский час с пятницы 21 00 до понедельника 5 утра сейчас суббота почему на улице потому что мне нужно ехать в больницу и в этом видео я вам покажу пустую вот такой вот аланию в комендантский час а про медицину я для вас сняла отдельное видео поэтому подписывайтесь следующее видео будет про медицину и страховки турции вот так вот выглядит пятничный рынок суббота все закрыто и сегодня я проснулась в неимоверной тишине звуков машин вообще не было сейчас мы в центре алании через центр едем в больницу и по ходу следования я вам покажу что же происходит в городе и как выглядит город комендантский час предыдущие комендантские часы в марте в апреле месяце вы можете посмотреть на моем канале ну конечно же друзья не забудьте подписаться потому что 70 процентов из вас смотрят мой канал не подписавшись обязательно подпишитесь потому что для нас это очень важно мы на пятничном рынке и направляемся в сторону улицы 25 метров как вы видите комендантский час на улицах нет абсолютно никого все магазины закрыты и обычно в центре алании в субботу большое количество людей автобусов движения припаркованных машин а сейчас нет абсолютно никого только припаркованные машины тех кто проживает здесь поблизости очень конечно странное ощущение даже можно сказать не странное печальное ощущение просто хочу поделиться с вами вот этими вот минутами жизни этого прекрасного города несмотря на то что комендантский час все таки люди имеют право выходить в близлежащие магазины вы можете выйти в магазин который находится рядом с вашим домом передвигаться на транспорте или куда-то далеко ехать запрещено если вас остановит полиция то вы должны показать на каком основании вы передвигаетесь по городу поскольку мы едем в больницу то у меня есть смс к от больницы о том что у меня визит к врачу улица 25 метров выглядит сейчас вот таким вот образом опять же повторюсь все закрыто магазина закрыты некоторые категории граждан освобождены от комендантского часа в эту категорию входят врачи в том числе то есть если вам необходимо поехать в больницу больницу вы совершенно свободно можете поехать записавшись к врачу вчера вечером поздно мы также ездили в государственную больницу в экстренный в экстренный сервис и никаких проблем у нас не возникло частные больницы также работают как я уже сказала можно записаться на прием к врачу и поехать либо на такси либо на своем транспорте также магазины открыты вот мы видим люди видите ходят в близлежащие магазины покупают какие-то продукты ходить в магазин и покупать продукты тоже не запрещено но только в близлежащий магазин мы уже свернули на улицу которая идет непосредственно к больнице в которую мы едем это частная клиника в этой клинике мы ездим к нескольким врачам как я уже сказала не забывайте подписаться на канал потому что следующее видео будет очень важное о медицине и страховках в турции каким образом себя застраховать чтобы была возможность пользоваться бесплатной государственной страховкой но она не бесплатная вы каждый месяц платить определенную сумму но она покрывает все медицинские манипуляции в том числе и посещение государственной зубной клиники сейчас меня немножко стала беспокоить щека и я все-таки решила еще раз съездить к врачу хотя прием у меня назначен на следующую неделю мы уже подъезжаем к больнице и на обратном пути проедемся по набережной покажу вам набережную и центр города посещение врача прошло очень быстро доктор мне дала опять рецепт и вместо антибиотиков таблетках мне нужно их будет поколоть то есть мне нужно будет съездить в любую больницу и просто чтобы мне сделали укол сегодня вечером воскресенье и в понедельник в общем ужас но ничего не поделаешь если говорить об аптеках есть дежурные аптеки и как вы видите около больниц тоже много людей и магазины также открыты можно приобрести все необходимые вам товары мы решили зайти в магазин у нас закончилась закончилась вода закончилась вода как я уже сказала комендантский час полностью то есть запрет полный запрет выходить на улицу у нас с пятницы с 21 00 до понедельника 5 утра а так каждый день с 9 вечера до 10 утра вот слышите какая тишина мы стоим на одной из самых оживленных дорог и машин нет вообще мы преди подъехали к аптеке перед нами стоит одна машина и тишина невероятно нет вообще никого ну что друзья вы тоже расскажите в комментариях напишите какая ситуация в вашей стране в вашем городе что происходит как вы живете чтобы не сойти с ума чтобы я уже не знаю крыша не поехала грубо говоря потому что все это очень очень неприятно мягко говоря чтобы у меня лично не поехала крыша я максимально стараюсь работать ищу ищу себе новые занятия и вот одно из новых занятий это обучение музыки по обучение игре на фортепиано на синтезаторе по программе софт моцарт вот проехала одинокая машина и мопед по программе софт моцарт это невероятно интересно это для всех для любителей для профессионалов в прошлый раз эта программа вызвала очень много комментариев но прежде чем что-то критиковать пожалуйста разберитесь и поймите смысл того что вы критикуете обычно если вы критикуете не не разобравшись то мнение обычно повторюсь бывает неверным критически неверно ну а мы сейчас едем обратно домой проедемся по центру алани посмотрим что у нас там сейчас мы выезжаем с вами на на улицу Ататюрка на бульвар Ататюрка здесь конечно же тоже только есть туристы которые перебегают из одного а нет на трансфер на трансфер идут на трансфер кстати трансферы тоже работают если вы куда-то приезжаете уезжаете вы имеете право воспользоваться трансфером а так в городе как вы видите нет совершенно никого дороги пустые ни людей ни проезжающих машин абсолютно никого нет нет и нам есть Также поступает вопрос по поводу туристов. Могут ли туристы выходить на улицу? Да, друзья, если вы турист, вы можете выходить на улицу, но если у вас большая территория отелей, вы можете передвигаться по территории отеля, по городу вы также можете передвигаться, но посмотрите, все закрыто, не работает ни кафе, ни рестораны, не работает ничего. То есть единственное, что остается туристам, это просто прогуливаться по городу, либо по набережной и дышать морским воздухом. Все остальное в городе, к сожалению, закрыто. Вот, например, туристы, которые как раз и прогуливаются по городу, но, как я уже сказала, все закрыто и город пустой. Самый центр Алании, многие из вас знают, здесь расположен и пятничный рынок, и большое количество магазинов, ресторанов, кафе, но сейчас, как вы видите, также все, абсолютно все закрыто. И чейндж-офисы, и магазины, и кафе, и рестораны. В прошлом видео я вам рассказывала о том, что в ресторанах можно идут заказывать, только заказывать, то есть прийти и взять уже нельзя сидеть, тем более можно только заказать. В следующем видео расскажу о новых правилах и ограничениях, которые, к сожалению, были введены. Такси стоят. Есть, кстати, некоторое количество велосипедистов я видела. И центр выглядит вот таким вот образом. Муниципальные службы ремонтируют тротуар. А мы опять вернулись с вами на пятничный рынок. Игорь Наталья. Игорь Наталья. Мы также говорим весь этот опыт. Всем привет, дорогие друзья! Правой рукой, потом левой и одновременно. Сейчас Айхан играет только правой рукой. А теперь Айхан играет двумя руками. Конечно же, друзья, для того, чтобы правильно играть, есть правильный стол, на котором, на правильном расстоянии от вас и от пола расположен и синтезатор, и компьютер. Поскольку стол мы еще не заказали, поэтому мы играем на обычном столе. Айхан насыл. Айхан насыл. Красиво. Вкусно. Наступил второй день комендантского часа. Воскресенье, 6 декабря, сейчас 11 часов дня. Почему мы на улице? Потому что мы едем в больницу делать мне очередной укол. Два раза в день, утром и вечером мы ездим в больницу. Если вы хотите узнать о медицине, о страховках, я уже говорила, это будет следующее видео, поэтому обязательно подписывайтесь. А вчера, друзья, у нас было землетрясение. Примерно в 15.40, когда все находились дома, раздались сильные толчки, точнее, последствия толчков были ощутимы в Алании на глубине порядка 60 километров. 60 километров в море от Алании примерно в 100 километрах произошло землетрясение примерно силой. Кто-то говорит 5.4 балла, кто-то говорит 6.1. В общем, это были достаточно сильные толчки, которые мы ощутили, потому что все в буквальном смысле ходило ходуном, и это было достаточно продолжительно. В Алании я такого еще никогда не ощущала. Какие принимаются меры в этом случае? Ну, конечно же, люди выходят на улицу, и губернатор также сказали о том, что несмотря на комендантский час, все могут выходить на улицу, соблюдать дистанцию и быть в масках во избежание жертв. В общем, вот такой вот год выдался. Год 20-й. Осталось совсем чуть-чуть. Посмотрим, что он нам принесет. Мне уже сделали укол. В общем, все очень быстро. И, как я говорила раньше, в комендантский час можно выезжать, если у вас есть рецепт. И если полиция остановит, просто показать, что вы едете в больницу. Что касаемо еще раз землетрясения. Вы прекрасно все знаете. Я думаю, что Турция находится в активной сейсмической зоне. И толчки бывают достаточно часто. Очень часто мы их не ощущаем. Но вчера было сильное, достаточно сильное землетрясение. Поэтому, действительно, когда все находились дома в 15, примерно в 15-40, мы ощутили. Я сама сидела на диване. И диван очень достаточно долго качался. Я даже слышала из ванной, как шумела стиральная машина. Что делать в таких ситуациях? Опять же, нужно быстренько выходить из дома. Очень многие вышли из дома, потому что было сказано о том, что толчки продолжатся. Сразу также вышло постановление губернатора о том, что несмотря на комендантский час, люди имеют право выходить на прибрежную территорию. Друзья, все, что касается комендантского часа, касается ли он туристов или не касается, очень поступают противоречивые мнения и даже есть сообщения в Фейсбуке, когда туристы гуляли по городу, их оштрафовали, когда человек выгуливал собаку, его оштрафовали. Полиция никогда не штрафует без дела. Собаку разрешено выгуливать около своего дома не дали 20 метров, но если вы гуляете по району и выгуливаете собаку, естественно, вас оштрафуют. В общем, если вы находитесь в отеле, то, конечно же, у вас есть подтверждение вашей резервации, вас не оштрафуют. Но если вы находитесь где-то в квартире, то полиция имеет право вас оштрафовать, потому что как таковым туристом вы и не являетесь. И полиция не может определить по вам, есть ли у вас вид на жительство или нет. Это нужно все быстренько смотреть в системе. Но, пожалуйста, соблюдайте правила и во избежание дальнейших неприятностей. Во время карантина, ну и не только, мы решили научиться играть на синтезаторе. В прошлом видео я вас познакомила с Еленой Владимировной, которая является разработчиком этой программы. И я уже научилась играть французскую песенку не просто вот по этим картинкам, а уже по нотам. Сейчас покажу вам весь процесс. Как я уже сказала раньше, эта программа вызвала очень много споров под прошлым видео. Но, друзья, эта программа не только для маленьких детей, которые начинают играть с нуля. Это программа для всех, кто начинает играть с нуля. Это программа для школ и для преподавателей, по которой, если вы преподаватель, можете обучать детей играть на пианино. Каким образом построена эта программа? Если вы сейчас видите вот эти картинки, это не значит, что вы постоянно играете по этим картинкам. Вы сначала изучаете нотную грамоту. Есть очень много уроков и сальфеджио, и очень обширная программа этой академии, которую вы можете посмотреть на сайте, все ссылки в описании. А если вы такой самостоятельно учащийся, как я, то покажу вам, как это все обстоит. Программа начинается с самого нуля. И самая простейшая у нас песенка – это французская песенка. Здесь можно выбрать сначала играть правой рукой, левой рукой или двумя руками. Мы, например, выбираем правой рукой и в соответствии с тем, что идет на экране, здесь у нас также на клавишах есть картинки, которые соответствуют нотам, которые на экране. Можно их либо наклеить на клавиши, либо вот так вот поставить. Мне удобнее, когда они наклеены на клавишах. И самый начальный уровень происходит таким образом. Мы нажимаем правую руку, ставим руку и вот таким вот образом играем. До, ре, ми, до, ре. Видите, я не додержала ноту. Ре, ми, до, ре. Видите, неправильно. Нужно нажимать ми, фа, соль, ми, фа, соль, соль, ми, до, соль, ми, до, ре, ре, до. Далее можно потренировать левую руку и также правую руку. Смотрите, что у нас получается, когда мы играем двумя руками сразу. Видите, неправильно нажала, значит не проходит. Нужно вместе их. Неправильно, нужно ми. Ага, вместе ми, фа, соль. И программа одновременно показывает вам и ваше количество ошибок. Уложились ли вы во время или нет. Вот видите, у меня было сделано 4 ошибки. Далее, если вы уже выучили ноты, вы можете продолжить. Опять, например, берем две руки. И видите, у нас уже идут цвета. То есть мы играем не по картинкам, а играем по цветам. Далее мы переходим на горизонтальный нотный стан. И здесь у нас также картинки. То есть мы играем вот таким образом. Видите, что-то неправильно пошло. Микрофон. Видите, что-то неправильно. Ми. И далее, когда вы уже научитесь, можно переходить опять же на... Видите, я еще не знаю ноты, поэтому у меня не получается. И далее вы уже переходите на нотный стан и играете по нотам. Сейчас мы попробуем с нуля. С нуля у нас получается вот таким вот образом. То, ре, ми. То, ре, ми. Так, я, кажется, не додержала. Ре, ми. То. Видите, я не выучила, поэтому я по нотам ничего не понимаю. Для меня самый начальный уровень это в турецкой версии это мышки, мышки, червячки и так далее. В общем, потрясающая программа. Я надеюсь, что со временем я научусь читать нотный стан и смогу уже играть не с картинок, а именно по нотам. Вот видите, ноты у нас, если мы нажмем на пятерку, то у нас получается... Видите, я нажала куда-то неправильно, все верно. Пальцы еще не получаются. Вот такая классная программа, вам тоже советую. Думаю, что вам будет полезно и интересно. Все ссылки в описании обязательно скачивайте бесплатное демо и развивайтесь, развивайте себя, не тратьте время впустую. Пока я занималась музыкой, прекрасная солнечная аланийская погода стала вот такой вот дождливой. Пошел невероятно сильный дождь с мелким-мелким градом. Вот такая вот она зима в Аланье. Ну а на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всем всего хорошего. Будьте здоровы. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!